Всем привет! Меня зовут Дмитрий Шумко и в данном ролике я расскажу о знаке Дева в 2017 году. Общий гороскоп, общие положения. Затем по годовым знакам пробежимся немножко. Итак, для Девы год 17-й год Красного Огненного Петуха, кстати, очень необычный год. Девы много претерпели уже в 2014-2015 году. В прошлых годовых гороскопах я об этом рассказывал подробно достаточно. То есть у многих сменилась и карьера, и личная жизнь прямо в одночасье, в переходе с 2014-2015 год. И в 2016 году продолжалась та же тенденция изменения карьеры. А вот и приходя уже в 2017 год, Дева начинает обустраивать свою личную позицию в личной жизни. Так как в работе и в карьере этот год смотрится достаточно странным. То есть такое ощущение, что Дева немножко расслабилась. Но как будто бы не хватает личной инициативы. Как будто бы не хватает самой дисциплины и самоорганизации, скажем так. То есть концентрироваться достаточно сложно. Вроде бы вот удача, вот перспективы, все само идет. Но Дева почему-то тормозится в этом процессе самостоятельно. То есть проявляя инициативу. Либо загорается какими-то новыми суперпроектами, суперидеями, суперпланами. Затем так же легко может оставить одно, начать что-то другое. То есть в тенденции года это очень заметно. То есть вот такой спокойный типа степенный год. Для Девы это не совсем свойственно этому знаку. Но дело в том, что тенденции, проходящие через год петуха, дают такие позиции в гороскопе. То есть Девы сами от себя могут не ожидать таких возможностей. Кто-то вообще перестанет работать, если им позволяет положение не трудиться и не зарабатывать, а жить в свое удовольствие. То есть скорее всего этот год для этого и приспособлен. Но даже ничего не делает. Вот например вторая половина года все равно притягивает какие-то успешные возможности в реализации, в том числе финансовых каких-то сделках, крупных приобретениях. Поздняя осень, начало зимы 2017 года особенно. И даже некоторых Дев могут, их знакомые, уличить какой-то суперрачительности, суперэкономности. Хотя это не так. Просто Дева ставит цель. В начале что-то Дева хочет приобрести, Дева хочет во что-то вложиться и что-то купить масштабное. Но это конечно же больше походит на вторую часть года и такой уже осенне-зимний период. В принципе Дева может ничего не делать. Не реализовывать какие-то грандиозные проекты. Все само как будто бы плывет. То есть есть еще состояние некоего выбора. Это мне сделать то или то. То есть уже этот год такой более расслабленный. Естественно это не касается абсолютно всех Дев. Я говорю о типичных представителях. Можно рассмотреть любую дату рождения и понять, что у одного человека это супер успех. У другого это супер низовая позиция жизни. Это естественно, это нормально. Но все-таки общие тенденции будут подталкивать к таким веяниям года. И многие Девы будут просто озадачены в поисках решения вопросов с личной жизнью. Кто-то расторгает еще какие-то старые отношения, они тянутся. Кто-то в поисках новых отношений тоже будут озадачены этим вопросом. В какой-то момент, начиная со второй половины года, осторожность и рассудок вообще отходят на второй план. То есть Девы становятся какими-то беспечными, непрагматичными, какими их обычно представляют. Ну то есть мировоззрение меняется как-то удивительным образом. То есть даже сами Девы могут себя не узнавать в семнадцатом году при каких-то обстоятельствах. Но тут еще что стоит заметить. В принципе год достаточно удачный в том смысле, что обстоятельства складываются удачно. По сути можно и не стараться что-то делать, как вот предыдущие три даже года. Выгрызать что-то для себя, удачу. Здесь как-то вот уже приоткрываются новые возможности удачливо. Ну более удачливые возможности. Может быть Деве и не хватает в семнадцатом году вот этой целеустремленности, которая куда-то расплылась. Потому что конечно можно взять больше в этом году, чем само идет. Гораздо больше. Если чуть-чуть поднапрячься. Этот год он как бы показывает Деве, что все, напряжение спало. Теперь можно расслабиться. Конечно, Деве будет гораздо приятнее проводить время вне работы в семнадцатом году. То есть заниматься какими-то там отдыхом, развлечениями, хобби, путешествиями, какими-то личными делами. Ну не забивать голову какой-то работой, которая их постоянно утомляла. Особенно вот в переходе с пятнадцатого на шестнадцатый год, когда менялась вот эта траектория карьеры. Сейчас уже такое расширение уже вглубь, вверх, уже в качество человек входит. И понимает, что трудные уже позади, скажем так. То, что нужно, счастливые моменты, они и сами придут. Они и сами придут к концу года. То есть Дева понимает, что, ну, мудрые и опытные Девы понимают, что особо стараний здесь и не нужно прилагать. Особенно в первом полугодии семнадцатого года. Слабые мотивации просто будут в этом году. Но Дева может управлять своими мотивациями в семнадцатом году. То есть захочет, будет проявлять инициативу. Не захочет, не будет проявлять. То есть она понимает, что в ее руках, в руках людей, рожденных по знакам Дева, я имею в виду, есть некие ниточки, веревочки, за которые она может дергать и повернуть ситуацию в свою сторону, например. Если это будет необходимо. Так что особо никаких препятствий таких не предвидится, опасных. Кроме что такая некоторая расхлябанность, несобранность, может быть, что не свойственно делом. Перспективный год, кстати, в плане финансов. Я об этом вначале сказал. Вот эта природная бережливость, она выражается в семнадцатом году с чрезмерной такой рачительностью и экономностью. Но это ровно потому, что Дева что-то замыслила по части какой-то сделки. Может быть, недвижимости. Может быть, что-то крупное купить. И не нужно за это Деву осуждать, что она там чрезмерно жадная. Это не жадность. У Девы появился какой-то план, и она его должна осуществить. И она его осуществит. Так, дальше. Ну, по здоровью достаточно ровно. То есть, вот в отличие от других знаков, здесь особо даже акцент не на чем поставить. Это, конечно, индивидуально нужно в личных гороскопах просматривать, где у вас пики здоровья особенно происходят. Ну, еще раз вернусь вот к этим карьерным вопросам, что, возможно, будет недоставать вот самодисциплины, организованности, каких-то четких целей нету. То одна цель, то другая цель. Вот какой-то размытый фокус такой. Поэтому вот по общим показателям это выглядит так. Теперь я пробегусь по годовым знакам. Значит, Дева, рожденная в год крысы. Ну, вот это очень активные Девы в 2017 году. И проявят они себя достаточно изворотливо, я бы так сказал. То есть, где-то вовремя подсуетиться, не возглавить что-то или кого-то. То есть, вовремя нажать на какой-то рычаг, подсуетиться и создать себе вот такое прочное положение. То есть, без особых напряжений, скажем так. То есть, достаточно удачливый год, но и перспективы неплохие. Дальше. Дева, рожденная в год быка. Вот здесь нужно быть аккуратным. В том смысле, что немножечко придавить свое доверие. То есть, так или иначе, в 2017 году к вам приплывают какие-то люди, подкатывают к вам какие-то люди, которые так или иначе обманом хотят втереться в ваше доверие. Что-то им от вас нужно. Конечно, стоит проявить смекалку и осторожность включить в свое чутье по части отношений с людьми, чтобы потом не разочароваться окончательно в людях. Следующий. Дева, рожденный в год тигры. Тигры. Ну, здесь... Достаточно рискованный год. Вообще тигры это... Тигры это... И вообще тигры люди. Это рискованные люди с фатальной судьбой, как правило. Но вот статистику я некую создавал. Просто в сочетании с перекрестком в петухе есть некоторые рискованные точки. Но вот по общим показателям я могу их сразу обозначить. Это апрель, июль и октябрь 2017 года, когда стоит воздержаться от разного рода рискованных предприятий. У каждого они, конечно, могут быть свои. У кого-то это вложение финансов, у кого-то прыжок с парашютом, у кого-то это какие-то неприятные ситуации в общении. То есть то, что может граничить с законом, с моралью, с жизнью и так далее. То есть есть такие точечки, когда стоит себя держать под контролем, а самое главное, ситуацию под контролем, общую. Дальше. Дева, рождённый в год кота или кролика. Дело в том, что девы и кролики, они очень прагматичны, и люди с аналитическими способностями. Вот рекомендации в этом году всё-таки работать больше эмоциями и сердечной мышцы, если так можно выразиться. То есть всё-таки принять какое-то решение, особенно это касается личной жизни, эмоционально, да, отключить голову. Потому что слишком серьёзный накал в работе, работа головного мозга на весь 17-й год, у вас это прямо красной нитью проходит. Дальше. Дева, рождённый в год дракона. Но вот тут как раз я до этого говорил о рачительности девы, да, вот драконам рекомендация как раз-таки стать рачительным человеком и экономным, но чтобы не стать расточительным. Потому что от каких-то уже прилива финансов или финансы, которые только начинают поступать, драконам захочется это быстренько всё распупырить, туда налево и направо. Поэтому мы не знаем, как повернётся следующий 18-й год. Точнее, я-то знаю, но вам пока не скажу. Поэтому стоит пока поберечь те средства последние, которые у вас есть, чтобы их не раскидывать. Они вам ещё пригодятся. Дальше. Дева, рождённый в год змеи. Но вот здесь коммуникации. Здесь надо налаживать отношения. С теми, с кем вы давно состоите, например, в ссоре. Стоит быть, может быть, более искренним человеком, более открытым. Налаживать личные отношения. Если у вас окончательно отключились старые личные отношения, или вы в разрыве отношений с близкими людьми, какими-то родственниками, вы можете их наверстать, либо начать всё с нуля. Примерно это так выглядит. То есть вот этот обрыв, 15-16 год, возводит вас к 17-му году, где это может либо возобновиться, либо вы окончательно ставите точку и начинаете отношения с новыми людьми в другом качестве. То есть вы по-другому смотрите уже на отношения, на коммуникации и так далее. Дальше. Дева, рождённый в год лошади. Достаточно успешный год грядёт, 17-й, для этих представителей. Особенно в личных отношениях. Также в карьере. Но другое дело, что будет такая дорога. Либо то, либо другое. То есть вы можете действительно стать успешным в работе, но личная жизнь идёт побочно. Либо вы наоборот углубляетесь в личные отношения, тогда работа как-то остаётся... Ну вот то, о чём я вначале и говорил. То есть размытые цели и хватание за абсолютно разные проекты, скажем, в этом году. То есть стоит всё-таки на одной цели какой-то сконцентрироваться. Дальше. Дева, рождённый в год козы. Ну, в принципе, неплохой, неплохой годик. Во-первых, это карьерные показатели здесь стоят. То есть повышение, либо переход на какую-то более высокооплачиваемую работу, либо дополнительные заработки. И именно это вам поможет прямо за год увеличить свой финансовый приток. И уже даже к концу года вы можете что-то приобрести, что-то крупненькое достаточно. Дальше. Девы, рождённые в год обезьяны. Здесь тоже лирика, по большей части, ну, как и у большинства дев, проходящих через красного угленного петуха, это личные отношения, личная жизнь. Особенно лето здесь стоит под особым акцентом. По части личных отношений, организации новых отношений, начала отношений, семейственности и так далее. Здесь, как бы, будет борьба эмоций и аналитического ума. То есть, что вам будет, что будет на первом месте? То есть, конечно, вы пойдёте, скорее всего, на поводу эмоций, но так может получиться, что у вас ещё будет какая-то работа, какая-то ещё семья, какие-то отношения, и вот этот эмоциональный посыл может перекрыть всю вашу жизнь. То есть, как будто вы отстраняетесь от всего ради одномоментного эмоционального посыла. Здесь надо тоже научиться концентрироваться, чтобы не уходить с головой в какие-то новые отношения. Они же могут быть недолгими, а вы можете растерять старые связи и возможности. Дальше. Дева, рождённый в год петуха. Здесь, кстати, проходит здоровье серьёзненько. Тоже нужно будет обращать внимание на дыхательные пути, внутренние органы, желудок. Это по части здоровья. Возможно, всякие операционные вмешательства, но главное, что у многих дев, рождённых в год петуха, есть значительные перспективы куда-то уехать или переехать, или поменять место жительства, а также увеличить доход за счёт каких-то типа подработок. Но выглядит это примерно так. Либо подработок, либо как несколько дел одновременно, как будто бы вы ведёте. Дальше. Дева, рождённый в год собаки. Тоже вопрос с недвижимостью. Если это не переезд, то это может быть, например, ремонт, приобретение какой-то мебели в дом. Либо какой-то жилищный вопрос. Может быть, вы что-то с землёй, какие-то вопросы захотите решить, с каким-нибудь участком земли, с постройкой какого-то дома. Но главное не рисковать. То есть любой резкий шаг может оказаться преждевременным. Лучше включить чуйку и всё рассчитать. Сможете ли вы в дальнейшем, например, какие-то долговые обязательства исполнять. Дальше. Дева, рождённый в год кабана. Вот это, пожалуй, рискованная такая дева. Я каждый год об этом упоминаю. Дева в кабане. Те люди, которые ходят по лезвию, рискуют. В этом году, особенно проходя через грань петуха, будут такие мысли, как бы побыстрее обогатиться, за счёт чего. Это могут быть какие-то очень рискованные, кстати, предприятия, не всегда оправданные. Ни финансово, ни в моральном смысле. То есть уйти с головой в какую-то авантюру и не получить ничего. Но то, что мысли будут о каком-то большом финансировании, то есть о большом притоке денег, этот вопрос у вас будет висеть в воздухе. Но будет ли он решаться или нет, зависит от очень многих обстоятельств. Я не возьмусь так чётко прогнозировать, решится он или нет. Но на этом, пожалуй, всё. Всё это основные позиции для гороскопа Девы на 2017 год. Также хотелось бы напомнить, что вы всегда сможете ко мне обратиться за личной консультацией, прийти на личный приём или просто поговорить по телефону, по скайпу из любой точки мира. Именно по вашей дате рождения и вашему имени мы сможем понять, что именно у вас сейчас происходит в жизни. Сейчас, завтра, через год, через 10 лет понять, когда у вас пики личных отношений, пики карьеры, денег, отсутствия. Оных и так далее. То есть, все вот эти основные аспекты жизни. Меня зовут Дмитрий Шимко. В описании к этому ролику можно найти мои контакты. Также меня можно найти в интернете легко, набрав Дмитрий Шимко. А я вам желаю удачи и успехов в новом 2017 году. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова